Самый запоминающийся, это наверное 2005 год, чтобы я сейчас не ошибся, это матч с Шахтером. В 22-й школе я учился, сбежал с уроков, потому что это был будний день. Пошли смотреть, и первые вот эти эмоции, несправедливости, насколько помню, был пенальти на 90-й минуте, Джастон забил. Это первый запоминающийся матч, ну естественно матч с Динамо-Киевом в полуфинале и соответственно четвертьфинальный матч против Филичевца Мариупольского, когда вышли в полуфинал. Это самые такие запоминающиеся матчи, ну вот где-то с начала 2000-х годов уже слежу активно за командой, болею, переживаю, мы с другом ходим, смотрим. Практически, наверное, процентов 70 домашних матчей стабильно посещаем, ну так, чтобы не ошибиться, ну примерно 70 процентов. Даже есть такие билетики с памятных матчей, с того же Кубка Украины, четвертьфинального, полуфинального матча. Да, ну процентов 70 матчей, да, каждый сезон мы домашние посещаем обязательно. Ну кроме этого сезона, который скомканный такой получился. На самом деле я всегда пытаюсь участвовать в жизни клуба в таком плане. Это очень крутая акция, очень крутой подход, потому что все-таки футбол для болельщиков и без болельщиков это просто, грубо говоря, пинание мяча. Ну то есть футбол для болельщиков и без болельщиков они существуют. И такие акции очень крутые, я постоянно пытаюсь как-то участвовать и в этом жить, и в этом участвовать. Поэтому, наверное, как только что-то появляется, я и участвую. То есть это был, кстати, уже не в первый раз, это абонемент, когда там разыгрывали, выигрывал пару лет назад. Ну, активно участвую все. А по поводу истории, все началось, опять-таки, что я нашел книгу «Двойнесюк», если я сейчас не ошибаюсь, «Футбольный Николаев» или как-то так. Там вся статистика с начала века, за все сто лет клуба, ну кроме последних лет. И вот оттуда очень многое подчеркнул, мне что-то было так интересно. Вот оттуда большинство этого всего информации подчеркнул, узнал. Поэтому, ну, интересна статистика футбольная, очень интересно. Это очень-очень памятное событие, и важно помнить историю футбольных клубов, которые существуют сто лет, вот так вот не прекращая существование, очень ограниченное количество. Но это очень круто, на самом деле, это очень круто, что люди помнят, что люди участвуют, что команда играет, люди смотрят. Это очень-очень круто, поэтому это очень памятное. И хорошо, что этот сезон вот так вот как-то выделяют в жизни клуба, что там всякие акции какие-то и что-то проводят, потому что это важно, это памятное событие. Таких клубов мало, которые сто лет празднуют. Что бы ты пожелал клубу, болельщикам, команде в этом сезоне, в этом году? Ну, естественно, побед команде, побед болельщикам яркой игры. А нам, в общем, если то, премьер-лигу. Пора уже, пора возвращаться в высшую лигу, сколько уже не были. Премьер-лигу, наверное, хотел бы пожелать. Пора уже, как я живусь. Попら, как я живусь. Аплодисменты. Попulг-поп! Сп Bueno, что ли я живусь?